приветствую друзья и гости канала всем огромнейший привет и сегодня нас 27 октября а это значит настало время новостей ну и 27 октября для меня это хорошая дата например 27 сентября у дочки было 18-летие а 27 марта 2000 какого-то кучерявого года я переехал 2016 года я переехал прекрасный город сочи поэтому число 27 для меня блин почему-то хорошее потому что тот сам момент очень тяжело было решиться очень тяжело было сделать шаг и сейчас оборачиваясь назад было много чего плохого было много чего хорошего но именно хорошего было в сочи больше ну и сейчас на данном моменте сочи этих моментов гораздо интереснее по поводу участков я вчера снял видеоролик но так как вчера я немножко заработался я забыл его опубликовать в рубрике вечерние посиделки я сегодня вам расскажу и покажу тонкости участков наверное загружу через часочек после этого видеоролика по поводу второй части рыбалки тоже я сейчас монтировал сделал загрузил загрузилась 4к как вы любите в хорошем качестве и вторая часть но с рыбалкой на более интересная потому что там уже половили сазанов карпов и так далее и назад была часть дороги поэтому знаете те люди которые хотят поставить рыбалку посмотрите первые 30 минут посмотрите просто потрясающий бомбический закат вот просто ну реально классную съемку сделал последующие 45 минут уже можете смотреть потому что это была дорога назад с нашими шутками прибаутками со встречи с гаишниками ну в общем с такими таким прикольчиками всякими разными ну и в конце были рекомендации сколько же стоит данная рыбалка куда стоит ехать куда не стоит не ехать что лучше сделать чтобы не лохануться что сделать чтобы не разочароваться в астрахани в общем это в конце знаете таки уже такой демагогия с элементами философии с элементами еще непонятно чего вот как бы так но мы с вами потихонечку вот такое у нас было вступление и давайте мы представляете даже за вокзальном районе сняли асфальт ну как так-то но как бы у нас здесь асфальт был идеальный такое ощущение как будто в сочи цель не отремонтировать дороги такое ощущение как будто в цели цель сочи это отмывание денег это освоение бюджета типа скажешь блинские осталось последние два месяца до конца 2020 года и скорее всего надо теперь полностью все добить все так вот ладно сочи с 1 ноября повысится стоимость проезда в городских автобусах стоимость проезда не менялась 2017 года соответственно стоимость проезда повысится на 2 рубля в принципе не такая уж и большая сумма 2 рубля но вот как бы повышение коснется да там на рубля там рубль там еще что-нибудь и все и становимся гораздо беднее ладно следующее сочи закупит новый контейнер для сбора мусора и я так понимаю что у нас знаете такая мусорная реформа но если честно за последние два года я вижу улучшение в работе вот именно коммунальных служб и я вижу на многих улицах я же как катаюсь там в течение дня например да и например раз там бак с утра был полный кто раз проезжаешь вообще сейчас его нет поток вечер смотришь уже бак опять заполняется по и ночью проезжаешь уже нет поэтому коммунальные службы мусор убирают в некоторых местах да особенно на пляж когда эти новомайку так далее они убирают чуть бы не пять раз в сутки но это похвально потому что но объективно город от нас всегда был чистый а вот именно в плане этого мусора да они стали ну еще чище и здесь конечно же респект и уважением новые управляющие компании которого взялась да и в целом ну я я да во всяком случае доволен заморские и засуха не помешал сочи увеличить урожай чая вот как бы тогда чай 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 сейчас бы губ просто обрадовался ну да ладно отдых в сочи легкая экскурсия по руслу реки соответственно если вдруг вы хороший фотограф и тому подобное смогли запечатлеть что такое вау 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 вы можете попасть в топ новостных лент с вашими авторскими фотографиями и тому подобное например это меня сейчас уже три разных издания просит моей эксклюзивной да я им дал добро бесплатно всем чтобы могли вставлять мои видеоролики особенно когда я летаю с квадрокоптера снимаю дорогу и так далее именно в какие-то там свои сюжеты и тому подобное в общем как бы так поэтому мой контент появится в том числе и у федералов какие-то они там делают ну самое главное что ничего такого плохого не использовали ну а так в целом как бы я не жадный я не против готов своим контентом поделиться в сочи съехались лучшие картингисты страны как картинга первый шаг шагов формула-1 поэтому сочи притягивает к себе все больше больше туристов и это здесь хорошо зимний период в аэропорту сочи самолеты будут летать по-другому но они летать будут все равно даже зимний период может будет улететь на прямом самолете в оренбург например мой друг улетает в четверг но в четверг он летает мягко говоря по маршруту сочи москва-орск как бы так и летит назад со своей дочерью потому что отдохнули вчера уже и побывал в красном на красополяне вчера побывал уже с дочкой в олимпийском парке в общем легком молодец туристы рассказали чего не стоит делать сочи а в сочи у нас бархатный сезон затянулся рассказал что нельзя нельзя доверять бабушкам на вокзалах и снимать у них жилье обычно ужасные цены и ужасные условия нельзя ездить с бомбилами с аэропортов с вокзалов с торгового центра моремола так далее ну и конечно же еще нельзя в сочи ехать без денег без больших денег потому что деньги как вода как показал практика на отдыхе в любом горле даже даже в камызяке там где там кажется там за там за бутылку водки могут город свернуть и тогда нужно деньги везде нужны деньги но нельзя ходить по городу в купальниках чтобы не раздражать местных нельзя дразнить медведей в клетке нельзя много чего делать ну ну в общем знаете все что то нельзя или можно я могу сказать вот вы турист первое само собой разумеется не стоит с колес нигде передвигаться вас цены неприятно удивят пользуйтесь яндекс такси юберта я только пользуюсь яндекс такси поэтому могу сказать за яндекс в целом более менее нормально встреч момент по поводу съема жилья да лучше воспользуйтесь букингом вы на букинге можете гораздо дешевле взять чем например даже напрямую поэтому заранее смотрите всегда можно поймать хорошее предложение по аренде это однозначно то что там вам подходит там или там с табличками там и вы надеетесь что они там вам сделать все дешевле нифига такого не будет как бы вас дерут три шкуры вино нельзя покупать потому что вы покупаете солидол ходит мифы даже что одна одна бутылка вина сочинского убивает 10 мужиков понимаете только водка не берет как как этот самопал который продается в сочи еще такой маленький совет когда вы белый когда вы только приехали только еще белый я рекомендую воздержаться от покупки тех или иных сувениров либо за фруктов и тому подобное потому что вас разведут вас обман понимает что вы еще не владеете рынком не владеете ценообразованием поэтому останетесь без трусов не рекомендую покупать те же самые продукты в магазинах не пятерочка и не магнит вот магните пятерочка покупаете если например вы зашли магазин какой-нибудь ашотик плюс там артурик минус там или еще что-нибудь то имейте ввиду что там цены могут два могут три раза выше чем например просто где цена новые газеты плюс на пляже я не рекомендую покупать всякую ерунду потому что отсутствует понятие гиена еще что-то там и как ты смотришь когда этот кукурузу те могут чем достать это просто там блевать хочется прямом смысле этого слова поэтому тоже воздержитесь ну и конечно самое главное если хотите хорошо шикарно отдохнуть недорого выбирайте центральный сочи выбирайте догомыс потому что есть например вы попали например в адлер на отдых в район курортного городка либо же вы попали в район какой-нибудь там не знаем еще какой интересный у вас будет испорчено впечатление этими специфическими запахами как бы этим грязным морем так далее выбирайте хорошую локацию и тогда вы останетесь довольному от отдыха в сочи если выберите плохую локацию например курортный городок как вариант да ну вы просто офигеть или например кудепс тут на пляже выберите там где прям постоянно это понятно что вы конечно же будете разочарованы и потом у себя напишите в инстаграме что сочи самый грязный ну и опять же да если вы остановитесь центре адлера где-нибудь в районе улицы просвещения где-нибудь на улице кирова ну вы будете мягко говоря шокированы вот этим вот навязчивым армянским сервисом которые там вам будет что-то там пропидолить если вы не дай бог там не купили вас могут и послать кто-нибудь подальше тогда это есть я отдыхал два года подряд в адлере я знаю что это такое они хорошо улыбаются тебе все остальное да ты у них там что там покупаешься не дай бог там посмотрел и не купил все ты будешь проклят тебе могут и в спину плюнуть и так далее поэтому лишний раз если вдруг вы не собираетесь купить вино вот например да вы не пьете вино не буду связь не надо спрашивать про вино ничего что потом у вас не испортилось настроение вот это мои вот лично уже рекомендации потому что с многими клиентами общаясь и понимаю что бывает отталкивает от сочин ученые планируют очистить черное море от нефти с помощью бактерии вот да да там септики с этого выдана выспит и будет так в сочи туристы вновь штурмуют подъемники опять образовались просто фантастические очереди но как бы так названо пять городов россии куда в последние годы активно переезжает москвичи и усадства обусловшая столица но первой категории москвичей они переезжают у нас в краснодар потому что в краснодаре более-менее адекватные сцены и так далее ну и потом соответственно у нас также еще москвичи предпочитает переезжать в сочи да у кого есть деньги статистика такая все москвичи которые приезжают в сочи они все хотят купить квартиру сочи за два с половиной три миллиона рублей вот все москвичи вот как один я не знаю не потому что есть понятие москвичи ну москва да вот москва вот есть да вот москва садовое кольцо да мкад есть там и вот есть москвичи которые себя называют москвичами но не за этом к москве имеет не знает там какое отношение кривое да такие как те люди которые живут там не за день там железнодорожным живут где-нибудь в орехово зуево живут где-нибудь там в Голицыно там же москве живут еще где-нибудь они тоже себя гордо называют москвичами мы москвичи и тому подобное хотя к москве никакое отношение близко не имеет но если мы сравним там цену да если например в орехово зуево можно купить двухкомнатную квартиру за 2 миллиона рублей но реально хороший двушку можно за 2 миллиона рублей то например если возьмем мы с вами москву там да там пределах там мкада да то двушка будет стоить там но минимум 15 миллионов рублей а если мы возьмем с вами садовое кольцо внутри садового кольца то само собой там и 20 и 22 миллиона и так далее ну и соответственно и все и те и те себя называют городом москвичами само собой разумеешься также едут эти москвичи ну и думают раз в орехово зуево стоит квартира 2 миллиона рублей двухкомнатная значит и в сочи на трех взгляд орехово зуево там уже блин это святое в общем как бы так поэтому москвичи часто выбирает краснодар потому что краснодар у нас дешевле цене потом выбирает сочи те те которые москвичи можно назвать полноценными кучами которые работают которые зарабатывают как бы которую пашут ну и само собой есть те люди которым не хотел на сочи но не хотят краснодар потому что краснодар мало чем будет отличаться от любого другого города. Все депрессивно, все так же, там, мне бы непонятно какое, они выбирают Ялту, выбирают Геленджик и тому подобное, да, вот как бы вот между Сочи, потому что в Сочи только едут те москвичи, которые смогли себя реализовать в Москве, которые смогли заработать деньги, потому что и дураку понятно сейчас любому человеку скажу, дай город на выбор, какой бы ты город хотел переехать, и любой здравомышленный человек скажет Сочи, ну в Сочи скажет все, просто скажет Сочи и все, а если же там, а вот деньги, ну знаете, машину, да, какую-то машину бы выбрал бы, да, Гелик, а в бюджете 5 миллионов, а, ну в бюджете 5 миллионов, вот как бы и здесь то же самое, нет, надо в пределах вот 3 миллионов квартир найти, а, ну давайте посмотрим Краснодар, посмотрим там еще что-нибудь и так далее, ладно, давайте дальше, в Сочи закрыли детский садик из-за коронавируса, в Сочи задержали торговца с 10 килограммами, ребят, 10 килограмм героина, я офигел просто, российская путешественница рассказала, кому точно не стоит ехать в Абхазию, ну, во-первых, она дала совет не ехать туда на автомобиле, я ее поддерживаю, потому что гаишники любят автомобилистов с российскими номерами, это первое, второе, кто привык к турецкому сервису, потому что турецкий сервис вы в Абхазии не получите, третье, для, значит так, не стоит ехать, кто привык к нормальным условиям, да, кто привык видеть всю эту красивую картинку, да, например, как в Дубае, там, потому что очень много разрухи, реально очень много печальных фактов и так далее, кто любит чистоту, потому что чистота и Абхазия, это у нас антонимы, там грязно, реально грязно, и окурки валяются, бутылки, это все это есть, ну, и, в общем, такие общие, да, ну, всем понятно и так, что, как бы, в Абхазии, как бы, при всем том, что кажется, что отдых дешевый, но бывает, ну, сомнительный, потому что могут вам дешево сдать комнату, но потом у вас допуслугами, там, на вине наварятся на вас, потом там еще что-то могут сделать, ну, там, реально, как бы, то есть я рекомендую, если приехали в Абхазию, не фотографироваться там ни с животными, ни с кем, ничего, потому что там могут, может эта ваша фотография боком встать, автомобилистам не рекомендую на автомобиль туда ехать, потому что везде появляются какие-то горе-парковщики, которые пытаются с вас на пустом месте содрать деньги, которые никого отношения к парковкам не имеют, полицейские, те еще скоты, там, даже по-другому я никак не могу их назвать, они там просто ведут себя непорядочно, ну, как бы, такие моменты есть, но в целом, конечно же, если все это убрать минусы, да, убрать этот местный менталитет, все это убирать, Абхазия очень красивое место, где действительно хочется быть, где хочется находиться, где ты заряжаешься энергией и круто, ну, реально круто, но в Абхазии, наверное, я рекомендовал только туристическими маршрутами, на каком-то туристическом автобусе и так далее, ну, не на своем автомобиле, в Сочи не включили список городов для въезда по электронной визе, печально, молодая девушка умерла от коронавируса в Сочи, офигеть, ее уже и молодые умирают, стало известно, где в Сочи в ближайшее время появится новая рублевка, ну, как сказать новая рублевка, есть застройщики, которые делают заказные статьи и вот делают акцент на то, что вот сейчас все хотят выбрать, чтобы был Олимпийский парк в 20 минутах езды, и поэтому там новая рублевка будет, там где-нибудь, там медвежий угол, да бред это, не будет там никакой новой рублевки, ничего, потому что там появляется у нас и снег и все остальное, как бы просто пиарят, как бы свои жилые комплексы. Показал по-взрослому, водитель грузовика извинился за дрифт на парковке, в общем, на парковке перед моремолом, там всякие, там на шестерочке, семерочке пробовали дрифтовать, водитель грузовика посмотрел, говорит, ну, говорит, дети, говорит, дети, ну и дрифтанул так, чтобы мало не показалось, там аж, не знаю, там, как бы все на измену, ну, в общем, молодец. Один из красивейших горных маршрутов в Сочи вновь открыл для посещения, это озеро, на которое я ходил и благодаря которому я заболел, благодаря которому я не хожу сейчас на тренировке, поэтому вперед и в песне. Сочи продолжает демонтировать незаконно надстроенные этажи в доме на курортном проспекте, в общем, оставит пять этажей, всего лишь, это у нас театральный 11, где у нас жилой комплекс, апартаментный комплекс Барселона Парк, в общем, его демонтируют, в течение трех месяцев его до конца добьют. В России очередной рекорд по инфицированному, по инфицированному, последние сутки заболели 7 человек в Сочи. В Сочи и по всему краю за последние месяцы сократилось число безработных, да-да-да, вот так вот, потому что, может быть, все разъехались или еще что-нибудь, те, которые приезжали, а может быть, потому что местным захотелось уже в конце концов поесть и они начали работать. Во всяком случае, в Сочи работа есть, было бы желание. В Сочи автомобиль Кия прокинулся на бок из-за наезда на бордюр. В Сочи, в дендропарке по причине жаркого, засушенного лета повторно зацвела азалия. Представляете себе, красивые красные цветочки, просто супер. Вот, как бы так. Это у нас основные новости на сегодня. И в целом, в целом, в целом, в целом, в целом, в целом, это пока все. Про участки вчера сюжет снял, поэтому посмотрите, я сегодня публикую. Про рыбалку тоже снял. И тоже, вот я не понимаю тех людей, вот я посмотрел вчера рыбалку, да, там еще видеоролик не успел появиться, там появилось там 10 дизлайков и тому подобное. Ну, ребят, ну, если вам не нравится там рыбалка или тому подобное, зачем вы себя насилуете, зачем вы смотрите или зачем вы заходите и так далее. Ну, зачем? Вы же не мазохисты, как бы. Я, например, на ютубе, да, смотрю только то, что мне интересно. Я не смотрю то, что, как бы, там, не знаю, меня раздражает или еще что-нибудь. Я там могу, там, посмотреть, там, какие-то там видеоролики очень редко и так далее. Потому что я знаю, что есть люди, которые интересуются рыбалкой. Я знаю, что многие там мне уже написали, какая турбаза, сколько стоит, сколько там еще что-нибудь и все. Например, я не нашел информацию в интернете, когда искал себе турбазу, когда хотел, да, например, в этот раз турбазу поехал, да, турбаза хорошая. Но егеря, которые могут сделать твой отдых незабываемый, ну, просто, ну, нулевые. Поэтому в следующий раз поеду, скорее всего, на другую турбазу. Сейчас я себе присматриваю, именно ищу хорошего егеря, который знал бы, не который был бы таксист на лодке, это разные вещи, а именно хорошего егеря сейчас ищу. Вот как бы так. Ладно, ребята, вам всем хорошее настроение, вам добра и пока.